МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я создавала экскурсионные путевки, отдыхающих было достаточно. Все хорошо, людям нравится приезжать в Анапу. Я родила дочку 6 июля. В этом году сезон прошел намного лучше, чем в прошлый. Было побольше народу, и объем продаж был повыше, конечно. Покупателей было много достаточно. На начало октября наш город посетило 3 млн 620 тыс. туристов. Летом санатории были заполнены почти на 90%. И это не предел. К 2015 году город планирует утвердиться на цифре 4 млн человек ежегодно. Анапа – город-курортный, и санаторно-курортный комплекс является крупнейшей его отраслью. Экономика города почти на 50% зависит от этой сферы. Курирует ее Юрий Поляков. В развитии санаторно-курортного комплекса есть положительные тенденции. Это и открытие новой детской здравницы лучезарной. У нас открылся пятизвездочный отель «Адевиль» на Пионерском проспекте. Ни в одном городе России нет таких песчаных пляжей, как в Анапе. Протяженность их 42 километра. А галичных – 12. На них 114 пляжных территорий, 33 детских, остальные пляжи общего пользования. Есть санатории и пансионаты, которые сегодня стремятся к европейским стандартам. Благоустраивают территории по самым лучшим меркам. Есть очень хорошие пляжные территории. Это пансионат «Кристалл», «Ривьера», тот же «Девиль», о котором мы уже говорим. Это одни из лучших пляжей. Пляжей не бывает мало, поэтому мэр города поставил задачу перед службами укрепить берег в районе Малой бухты к следующему лету. И там же оборудовать новый пляж общего пользования. Анапа – круглогодичный курорт, поэтому на центральном пляже и сегодня есть отдыхающие. Роза и Урлгаянова с подругой в Анапе впервые и первый раз в жизни планируют искупаться в море. Отдыхают по туристическим путевкам, с лечебными процедурами довольны. На мой вопрос, что же им понравилось в Анапе, одновременно ответили – уважение к пешеходам. Первые дни приехали, даже удивились, мы стоим, а машина тоже стоит. Думали, что такое. Оказывается, это принято у вас хорошо. В Анапе заботятся о комфорте, здоровье, безопасности детей и взрослых. Этим летом в городе обошлось без происшествий, несчастных случаев, связанных с работой маломерных судов. Не было громких событий, повлекших за собой ущерб здоровью отдыхающих. Возможно, это связано с масштабной работой по ликвидации контрафактного алкоголя. Власти Анапы летом создали десятки мобильных групп, работали днем и ночью. За курортный период изъято более 50 тонн суррогата, составлено более 200 административных протоколов. Так называемых разливаек на курорте стало заметно меньше. А вот будут ли так жирьяно бороться с курением в общественных местах, пока неизвестно. У курящих людей на улицах города точно станет меньше. На 2014 год мы планируем уйти от мест курения, потому что Анапа считается городом здоровым. Может быть, уйдем именно от мест курения, придем к каким-то беседочкам. По статистике, каждый десятый турист задумывается о приобретении на юге недвижимости. Анапа не исключение. К тому подтверждение инвестиционный форум в Сочи. Он стал одним из самых значимых летних мероприятий для развития экономики Анапы. По инвест-соглашениям на курорте построят новые пансионаты и санатории. А также подписано соглашение на строительство двух жилых комплексов на сумму 820 миллионов рублей. Пол страны хотят жить в Анапе. Новое строительство я хочу на пол. Это новый объект на его обложение. И средства эти поступают в местный бюджет. И плюс это инвестиции в нашу экономику. Но власти ушли от пагубной и бездумной политики. Разрешать строить на каждом клочке, используя каждый свободный метр. Теперь, прежде чем застройщик получит разрешение на строительство жилого комплекса, в архитектуре города будут рассматривать возможность внести в град-план социально значимые объекты. Школы, детские сады и поликлиники. Я буду письменно заявлять и подписывать, что для этого микрорайона, необходимо для пункта полиции помещение такое-то, для врача общей практики помещение такое-то, школа, на сколько это человек и детский сад, на сколько это человек. Благоприятные климатические и экономические условия курорта позволят в ближайшие три года построить в Анапе новый аэровокзальный комплекс. На Сочинском форуме Сергей Сергеев подписал соглашение с генеральным директором компании «Базел Аэро» Леонидом Сергеевым. Новый комплекс будет представлять собой двухэтажное здание площадью 9 тысяч квадратных метров. Пропускная способность составит до 700 пассажиров в час. Аэровокзал будет соответствовать новым техническим требованиям, будут использованы энергосберегающие технологии, экологически безопасные материалы. Всего на форуме подписали еще один из инвестиционных соглашений на сумму 5 миллиардов 721 миллион рублей. Все эти проекты в скором времени будут воплощены в жизнь. Министерство регионов провело мониторинг. По его итогам Кубань стала лидером инвестиционного рейтинга среди других регионов России. Однако эксперты считают, что 2013 год – последний, когда будет иметь место олимпийский эффект, который повлиял на экономическую ситуацию в крае. Но наш курорт это не должно коснуться. Сочи – это хорошо, это столица Олимпиады, но море и отдых. Я не думаю, чтобы мы в 2014 году что-то потеряли. Получить массу приятных эмоций, увидеть красоты нашего города и подлечить здоровье – именно за этим и приедут россияне в Анапу следующим летом. На этом все. Смотрите программу «Это важно» на сайте Анапа-регион. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова